Всем привет, дорогие друзья, подписчики, а также гости этого канала. Представляем вашему вниманию разводы, гибель детей и забвение. Что стало с актерами из сериала «Две судьбы». 20 лет назад на российском телевидении стартовала многосерийная драма «Две судьбы» о женщинах, дружба которых разрушилась из-за одного мужчины и о многом другом. То, что бывает у каждого в жизни. Особенностью этого проекта стало то, что завязка истории происходит в начале 60-х, а конец 2000-х. Анжелика Вольская. Роль Лиды. Актриса, сыгравшая в сериале «Две судьбы», беспринципную и жестокую женщину, охотницу за богачами, в личной жизни повезло не сразу. Своё счастье Анжелика нашла только со второй попытки. В первом браке артистка стала мамой, родив сына Андрея. Несмотря на наличие ребёнка, Вольская решилась на развод спустя 10 лет после свадьбы. Зато вскоре Анжелика сумела обрести своё счастье с коллегой по цеху. Актёр Дмитрий Ячевский стал вторым избранником звезды сериала «Две судьбы». С карьеры у Анжелики тоже всё сложилось хорошо. В этом году артистке исполнилось 50 лет, но она всё так же востребована в кино. В свободное от работы время Вольская путешествует вместе с любимым мужем. Екатерина Семёнова. Роль Веры. Жизнь о этой актрисе, сыгравшая в двух судьбах, одну из главных героинь, оказалась непростой. В плане карьеры звезда не могла пожаловаться. После роли Веры она стала всенародной любимицей. Вот только за пределами съёмочной площадки у Семёновой было полно завод. Официально Екатерина была замужем дважды, но оба брака завершились разводами. От первого возлюбленного Антона Табакова артистка театра и кино родила сына Никиту. Несмотря на наличие общего ребёнка, пара так и не оформила официально свои отношения. Дочь Мария, которая, к слову, стала актрисой, у Семёновой появилась от бизнесмена Кирилла Сегала. Сейчас 51-летняя Екатерина Семёнова не только не замужем, но даже о браке думать не хочет. Вырастив двух наследников, артистка теперь живёт для себя. Она всё так же востребована в профессии. Также в этом году Семёнова задействована в двух проектах – «Одержимое» и «Свадебный марш». Мария Куликова, роль Нади. После очередного временного скачка в сериале «Две судьбы» появляются подросшие дочери главных героев. Роль младшей Розановой досталась актрисе, которую многие сейчас знают по проекту «Слифосовский» и многим другим. Мария Куликова на момент съёмок в «Двух судьбах» была не так популярна, как сейчас. Можно сказать, что именно роль Нади и открыла ей дверь в отечественном кинематографе. Сегодня на счету Куликовой более 100 ролей, и на недостаток работы она не жалуется. А вот личная жизнь у артистки складывалась не так удачно. От первого мужа Дениса Матросова, известного актёра. Мария спустя несколько лет после свадьбы родила сына Ивана. К сожалению, даже общий ребёнок не удержал двух актёров от развода. Сейчас о личной жизни Марии Куликовой мало что известно. Официально она не замужем, но и не одинокая. Она живёт гражданским браком с известным актёром Виталием Кудрявцевым. Также ей приписывали роман с экранным мужем из Клифосовского Максимом Авериным. Но они провергли эту информацию, заверив всех, что они просто играли влюблённую пару и на данный момент очень хорошо дружат. Ольга Понизова. Роль Светы. Лучшую подругу и сестру героини Куликовой в сериале «Две судьбы» сыграла Ольга Понизова. На момент съёмок в многосерийной мелодраме эта артистка уже была достаточно известной. Зрители были в восторге от того, как актриса играет нежную и интеллигентную Свету Григорьеву. Поэтому, когда во втором сезоне сериала эту роль играла уже другая актриса, многие были в шоке. Жизнь Понизовой сложилась трагично. Сначала она развелась с мужем, а в 2015 году в ДТП погиб единственный сын звезды Никита. Парню было всего 20 лет. Пережив такое горе и ужасную утрату, Ольга фактически ушла из профессии и стала затворницей. Мария Аниканова сыграла Свету во втором сезоне. Когда в сериалах происходят замены ведущих героев, то публика зачастую воспринимает новичков в штыки. С подобным неудовольствием аудитории не повезло столкнуться и актрисе Марии Аникановой. Когда она присоединилась к касту сериала «Две судьбы», ее Свету Григорьеву многие зрители просто отказывались воспринимать всерьез. Вообще, жизненный путь Аникановой очень интересен. Начинала она как фигуристка. Однако в итоге Мария решила уйти из большого спорта и попробовать себя в качестве актрисы. С выбором Аниканова не прогадала. В 2014 году звезду отечественного кино даже удостоили звания народной артистки Российской Федерации. Что же касается личной жизни знаменитости, то она несколько раз пыталась обрести свое женское счастье. И лишь в третьем браке Мария стала мамой, родив дочь Аглаю. Оставшись одна, артистка все свободное время посвятила ребенку и любимой работе. Александр Мохов. Роль Ивана. Хотя может показаться, что на первом плане в сериале «Две судьбы» женские героини, мужские персонажи переживают не меньшие драмы. Так, к примеру, Иван Григорьев прошел на косерийной ленте путь от ничего не значащего человека до важного госчиновника со своей дачей. И в итоге трагически погиб во время путча 1991 года. Роль этого сложного персонажа исполнил актер Александр Мохов, у которого на сегодняшний день в фильмографии насчитывается более 100 работ. Интересно, что после успеха двух судеб артист решил заняться режиссурой. Его первой картиной стал фильм «Алмазы на десерт» в 2006 году. За последние 20 лет Александр трежды пытался построить счастье. С первой женой актер прожил 18 лет. В этом браке у звезды родился сын Семен. Следующей возлюбленной знаменитости стала начинающая на тот момент актриса Дарья Калмыкова. Причем девушка была на целых 20 лет младше Мохова. И снова у него родился мальчик, которого назвали Макар. В третий раз радость отцовства Александр Анатольевич познал уже с другой коллегой по цеху, актрисой Ирины Огородник. Она намного его младше. Она подарила Мохову еще одного сына. Дмитрий Щербина. Роль Степана. Соперником Ивана Григорьева в двух судьбах был ученый Степан Розанов, которым были очарованы как Вера, так и Лида. Роль досталась актеру Дмитрию Щербине. Российские зрители хорошо знакомы с этим артистом. Он снимался в таких картинах, как «Бандитский Петербург-9», «Стилет», «Адмирал», «Ангел-хранитель» и многих других картинах. Так что на карьеру Дмитрий Щербина не жаловался. А вот в личной жизни у Щербины было все сложно. С первой женой артист пробыл в браке всего несколько лет. Даже общий сын Прохор не удержал известную актрису Ольгу Павловец от развода. А спустя несколько лет после расставания экс-супруги пережили страшное горе. Их наследник скончался в результате несчастного случая. Душевные раны Щербине помогла залечить девушка Ксения, которая моложе его на 19 лет. В 2010 году влюбленные поженились, а в 2012 году у них родилась дочь. Пишите свое мнение в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Всем огромное спасибо за внимание. Желаю вам всего самого доброго, всего самого наилучшего. Берегите себя и своих близких и будьте счастливы. Всем удачи, до новых встреч, Божьего благословения и всем пока-пока. Божьего благословения и всем пока-пока. Продолжение следует...